Итак, Бог учреждает институт, институт священства, и Он определяет источники финансирования этого института. Числа 18 глава. Числа 18 глава. Достаточно большая, я буду читать достаточно быстро. И сказал Господь Аурону, ты и сыны твои и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Так же и братьев твоих, которые колено лемя, племя отца твоего возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скине откровения. Итак, кто был главный, священники или левиты? Еще раз, кто был главным, священники или левиты? Священники. Спасибо большое. Итак, некоторые вещи, которые сидят у нас в голове. Некоторые вещи, которые сидят у нас в голове. Некоторых людей в церквях и в общинах называют как? Левень, левитан, левензон и дальше производные. Вопрос. Священниками кого-то называют? Не часто. В основном вспоминают левитов. И параллели проводят с кем? С левитами. Прославленцы, это левиты у нас. На самом деле, кто являлся левитом? Священники с левитами. Да, но не все те левиты, которые являлись рожденными из колена леви, служили в храме. Не все, которые не имели каких-то дефектов. Так же братьев твоих, колено леви, племя отца твоего возьми себе, пусть они при тебе служат. Тебе. Они были слугами кому? Священникам. Они должны были служить, в общем-то, священникам. Священники должны были священно действовать. Эти ребята должны были им служить, помогать. Колоть дрова кто должен был? Носить воду, убирать за скотом. Ой, это я. Подметать, мыть. Да? Вся непрезентабельная работа принадлежала кому? А у нас, когда говорят о левитах, говорят о тех людях, которые стоят впереди на сцене. Я думаю, что большей частью те люди, которые убирают в зале, смотрят за порядком, вот они могли бы быть левитами, если бы они родились в колене. Но поскольку они по происхождению немножко не все левиты, да, то нам стоит вспомнить, что мы царство священников. То в Бритхе Дыша мы все являемся кем? И параллель с левитством стоит нам проводить? Мы царство священников. Не царственное священство, потому что тут же сразу возникает вопрос, кто это такие? И некоторые хотят сразу сказать, здравствуйте, я царь. Мы царство священников. А вы тоже, наверное, не просто левит, вы просто священник. Потому что сразу налагается определенная ответственность священодействовать. С этим разобрались, да? С некими параллелями разобрались? Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скине. Только ты, чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы им не умереть. И им, и вам. Итак, вот этим ребятам категорически было запрещено священодействовать. А мы призваны все священодействовать. Опять с параллелью плохо сложилось. Есть некие параллели, которые мы проводим в голове, но мы забываем, что если мы называем себя левитами, то нам запрещено священодействовать. А мы призваны к священодействию. Есть легкий конфликт? Есть. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скине собрания. Все работы при скине. А посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сыновь Израилев. Ибо, братья ваших левитов, я взял и сыновь Израилев и дал вам в дар Господу для отправления службы при скине собрания. И ты, и сыны твои с тобой, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и во внутри зазовействуй. И служите. Вам я даю в дар службу священства. А посторонний приступивший предан будет... И сказал Господь Аарону. Вот, я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне, а от всего посвящаемого сынам Израилем я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего устава вечным. Потом все желающие мне покажут, когда этот устав перестал существовать. Вы заметили, какой срок действия данного устава? Вечный. Бог говорит, что нечто, что принадлежит ему, он дал кому? Священникам, священникам. Бог говорит, я нечто оставил за собой. До этого Бог предъявлял свои права на что-то? Нет. Он говорит, я это и все имею. Все это, собственно говоря, все, что мы видим, это мое. Но я отдал это все человеку. Да? Все, что на земле, оно чье? Может. Но он отдал это человеку. Теперь, созидая свой народ, давая ему определенные уставы, он говорит, нечто в этом всем принадлежит кому? Мне. Мне. Оно является моей собственностью. Здесь понятно? И из своей собственности я решил что-то отдать. Кому? Священникам. Вот что принадлежит тебе из святынь великих. Святыни великие чьи? Божьи. А он говорит, это теперь начинает принадлежать тебе. Почему? Потому что Бог из того, что принадлежит ему, отдал часть священника. Отжигай ему. Всякое приношение хлебное, всякая жертва за грех, всякая жертва повинности, все, что принесут мне, это великая святыня тебе и сынам твоим. Ограничение хождения. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть. Это святыня дебуют для тебя. И вот что тебе из возношения и даров все сожжения сынов израилю. Я дал тебе, сынам твоим, дочерям твоим, с тобой усталом вечным. Всякий чистый в доме твоем может и есть это. Опять, ограничивается хождение святыни. Не все могут это кушать. Только чистые, только в доме, только сыны. И часть могут кушать дочери. Все лучше из елея, все лучше из винограда и хлеба, начатки, которые они дают Господу, я даю тебе. Кому они дают? Еще раз. Которые они дают Господу, я даю тебе. Проблема заключается в том, которую мы должны сейчас понять. Человек приходит и дает что-то, а Господь дает священнику. Физически это перемещается здесь. Физически перемещается здесь. Но практически человек дает это Господу, а Господь отдает это священнику. Это понятно? Мы часто думаем, что мы даем священнику, служителю, даем церковь. Послушайте, ребята. Мы даем это. И если у нас есть какие-то вопросы по поводу, как этот человек это использует, ну кому мы должны задать эти вопросы? Мы же ему ничего не давали. А что мы у него можем тогда спрашивать? Если мы ему ничего не давали, как мы можем у него что-то спрашивать? Мы давали? Вот к нему можем мы задавать вопросы. Он ответит. Он расскажет и этому, и ответит и нам. Он на все вопросы даст ответы. Когда мы придем к нему, у нас никаких вопросов не будет. Поэтому вопросы не по адресу лучше не задавать. Если вы даете Богу, мы ему и задавайте вопросы. Все заклятое в земле Израиля да будет твоим. Все развержающее ложественное, всякое плоти, которое приносит Господу, из людей, из скота да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен. И первородная скота нечистая должна быть выкуплена. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп. Пять секелей серебра, по секелю священному, который в двадцать гер. Но за первородные изволовы, за первородные из овец и за первородные из коз не бери выкупа, а не святыни. Кровью их окропляет жертвенник и только их сжигает в жертву. Приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как и грудь возношений правого плеча принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израиля у Господа, дают тебе и сынам твоим, и зачиняем твоим с тобой, и уставам вечным. Это завет соли. Вечный перед Господом, данный для тебя и потомства твоего. И сказал Господь Аарона, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет между ними. Я часть твоя, и удел твой, среди сыновых израилов. А сынам левее, вот, я дал удел десятину из всего, что вы израиля, за службу, и за то, что они отправляют службу в скинье собрание. И сыны Израиля не должны впредь приступать к скинье собрание, чтобы не принести их греха и не умереть. Пусть левида исправляют службу в скинье собрание и несут на себе грех их. Это устав вечный, в роду ваша. Среди сыновых израиля они не получат удела. Так, как десятину сыновых израиля, которые они приносят в приношении Господу. Я отдаю левитам в удел, потому и сказал им, между сынами Израиля они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, «Обие левитам скажи им, когда вы будете брать сынового израиля в десяти, у которых я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу. Десятину из десяти, и именено это вам за возношение, как хлеб с гумна, и как взятая с точилой». Так вы будете возносить возношение Господу из всех действенных ваших, которые вы будете брать от сынового израиля. И будете давать из них возношение Господню Аарону, священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господа, из всего лучшего освящаемого. Скажи им, как вы приносите из всего лучшего, это вменено будет левитом, как получаемое сгумно, получаемое с точилой. Вы можете есть это на святом месте, и вы, и семейство ваше, и вам плата за работы ваше в скинье собрания. И не принесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, и посвящаемого сына в Израиле, не оскверните и не умрете. Итак, Бог предъявляет свои права на нечто и говорит, это принадлежит мне, это является святыней великой, или это то, что отделено должно быть для меня. И из того, что отделено для меня, дальше идет перечень, да, я отдал кому? Священникам, потомкам Аарона. Вы заметили, да, кому? Но не всем потомкам Аарона это отдано, равно как и не всем потомкам Левия дана десятина. Вы внимательно заметили? Не всем потомкам Аарона и не всем потомкам Левия, а только тем, которые несли службу в скинье и в храме. Данное обеспечение предназначалось только для служителей скиньи и храма. Не для всех физических потомков. Это понятно? Для этих длинный перечень, начинающийся со всего посвящаемого. Всякое приношение хлебное, всякая жертва за грех, всякая жертва повинности, все возношения, все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба, все первые произведения земли, все заклятое, все посвященное, все разверзающее ложественно у всякой плоти приносят Господу из людей и из кота, да будет Твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен. Десятину от десятин левитов. И только десятина, первая десятина принадлежала порядок. Длинный перечень. Понятно? Сюда. Арон. Моасер решен. Вот это называлось Моасер решен. Моасер десятина, а решен, соответственно, первая. Но у нас еще будет Моасер Шени и Моасер Ани. Трумат Моасер, это то, что левиты давали, соответственно, первосвященникам. Возношение от десяти. Ну, десятина от десяти. Как вы думаете, обеспечение кого было больше, вот этих ребят или вот этих? Количество от левитов больше, тут надо исходить на душу населения или как? Ну и как? Так, как вопрос задан, на душу населения или вот абсолютное количество того, что приходило? Ну и как вы думаете? Вы же вопрос задаете. Я имею в виду и по количеству, и на душу населения. Все первые плоды, куда? Священники. Все первородное. Выкуп всех первенцев человека. Священники получали, значит, много больше. Все жертвы за грех, повинности, жертвы мирные, хлебные, куда? Все священнику. Все заклято, посвященное, обещанное. Кому? Священнику. Десятину от десятин. Первосвященник. Вообще самый бедный человек был. И их количество было еще и меньше. Да, получается, что он большую часть получал священник. Священник. И на душу населения, и вообще. Они были, мягко говоря, главнее. Они, мягко говоря, были слегка главнее. И перечень их обеспечения был несколько шире. Кстати, были проблемы все это съесть. Потому что могли есть только они и их семейство, находясь в состоянии ритуальной чистоты. Ну вот, страдали. Смиряли свою плоть. Потому что надо было доедать. Отдать никому нельзя было. И выкинуть. Нет, сжалять можно. Ну, сжалять можно. Ну вот, мучились они бедные. Можно еще повторить, что приносили священникам? Можно. 18-я глава книги чисел. 18-я глава книги чисел. Внимательно читаем и выписываем. Господь, согласен. Бог, в общем-то, как это ни странно, побеспокоился о своих служителях, чтобы они не бедствовали. Да. Но это было еще не все. Еще не все. Он побеспокоился и о тех, кто не несет служения в храме. Кто ходит и учит. Числа 35-я глава. С первого стиха я начну читать. И сказал Господь в Маше на равнинах Моавитских у Иордана против Ерихона, говоря, Повелиться нам, Израилем, чтобы они из удела владений своих дали левитам города для жительства и поля при городах со всех сторон. Дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. Приблизительно чуть-чуть больше километра. 1 километр и 200 метров. Где-то вот такой ширины поля для жительства. Во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, к южной стороне 2000 локтей, к западу 2000 локтей и к северной стороне 2000 локтей. Ну, это чтобы евреи не запутались. Что такое вокруг? А посреди городов, таковы будут их поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которых вы позволите убегать убийце. И сверх их дайте еще 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владений сынов израилов, тогда из большего вы дайте больше, из меньшего меньше. Каждое колено, смотря по уделам, которое получил, должны дать из городов своих. Понятно, да? Понятно, да? 48 городов. Земля не переходила в собственность левитам. Земля не принадлежала, не являлась собственностью левитам. Она являлась собственностью того колена, где были эти города. И дана была им для жительства. Земля была достаточно пространная, но не настолько, чтобы обеспечить независимое существование и развитие очень большого земледелия. Это для того, чтобы, в общем-то, было питание, и они могли трудиться нечрезмерно, но могли прокормить себя и свою семью. Распределены они были равномерно среди всех камен израиля. Очень любопытно, что они получили землю за пределами города. Если мы будем читать внимательно, были там определенные города, где была стена, а где не было стены. И для тех, где не было стены, были определенные обещания, которых не было для тех городов, у которых была стена. Левиты все жили, соответственно, за городской стеной. Потому что их защитой и охраной был кто? Некоторые обрадовались так. Да. Очень многие вещи зависели, мы дальше будем говорить, что же зависело от них. И они действительно получили эту землю для того, чтобы они могли служить по местам. Поощрять людей, исполнять закон, поощрять людей, странствовать в Иерусалим. Трижды в году. Помогать людям, отделять чистое от нечистого, стоя от несвятого. Они были размещены равномерно по всему Израилю, чтобы учить закону Божьему народ Израиля. Понятно, да? И поэтому Бог полагал на них особое обеспечение. Понятно, да? Итак, мудрая сторона заключалась в том, чтобы обеспечение служителей всего целого зависело от качества их служения. Если они не служили, то состояние духовное народа что делало? Падало. А, соответственно, и их обеспечение с течением времени. А, соответственно, проблемы потом приходили ко всему народу. И к ним? В первую очередь. Да. Когда речь идет о десятине, не идет речь о жертвенности или склонности нашего сердца делать добро. Речь идет о стабильности общества, речь идет об ответственности. И вопрос о добровольности, в общем-то, мягко говоря, не стоял. Все вспоминаем дары в первой части? Они приносились как? Добровольность. Итак, десятина, это был, вообще, имела функцию налога, опосредованно через храм государственный налог. Он был обязательный и не основывался на личных взаимоотношениях и желаниях плательщика. Налог, который надо было платить. И никого не интересовало, нравится, не нравится, как они служат, хорошо или плохо. Это был налог. Его надо было платить. С другой стороны, исполнение этого налога не гарантировало ничего или никаких благ, если это было сделано несправильными мотивами. Исполнение этого налога, если оно делалось несправильными мотивами и не в правильном состоянии, никаких благ не гарантировало, эти налоги не принимались. Не могли привести к некоторым проблемам. Книга пророка Амоса, 4 глава, с 4 по 6 стих. Амос, 4 глава, с 4 по 6 стих. «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Переносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя бы через каждые три дня. Перенесите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израиля, говорит Господь Бог. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь». Здесь говорится о том, что они все делали, но проблемы все равно были, потому что они грешили и приступали к закону. Понятно, да? Это тем людям, которые думают, что если они оживут, как им нравится, то у них будет все в жизни хорошо. Ничего подобного не будет происходить. Итак, если десятина была искренним исполнением и стремлением к послушанию со стороны дающего, то все было нормально. Если же нет, то это была бесполезная трата времени и сил. Невозможно вырвать идею десятины из контекста жизни всего еврейского государства. Десятина была лишь частью. Был длинный список обеспечения священников. И вот это была только десятина. Правильно ли вырвать ее из этого контекста, не говоря о всем остальном обеспечении? Еще раз. Десятина, она существовала в контексте достаточно большого обеспечения института священства и левитов. Она существовала в законе данного для народа, государства, живущего на определенной территории и людей определенного происхождения, которые состояли в этом институте священства. Это понятно? Бог никогда не желал, чтобы дары в его дом приносились и страха, и по принуждению. Помним, да? Бог не желал, чтобы десятина приносилась и страха, или по принуждению. Когда я слышу любимые места Писания относительно пророка Малахи, спасибо, третья глава. Обычно цитируют девятый стих. Проклятием вы прокляты. Ну и дальше по тексту. Если вы хотите, чтобы все было нормально, десятины принесите. Потому что если вы не принесете десятины, то понятное дело, проклятием вы все прокляты. Это не желание Божье. Стоит посмотреть вообще, как бы, в контекст того, что говорит Малахи. Кому он обращается? К левитам. К священникам. Тем, кто прадывает в гостях. С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдаете их. Кому он обращается? Который в каком состоянии находится? Отступникам. Говорит, вы отступили и не соблюдаете. Это кто у нас? Отступники. Все нормально. Это люди, которые отступили от Всевышнего и перестали исполнять его заповеди. Все, они ушли от него. Это отступники. И когда я слышу эти слова, которые обращены к новозаветним верующим, я слегка удивляюсь. Адреса-то те? Понятно, да? Малахи обращался к отступникам. Он говорил тем людям, которые достаточно давно со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. То есть, они давненько уже отступили. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Всевышний взывает к отступникам и его желание им рассказать о проклятии или его желание их возвратить. То есть, не стоит, может быть, обращаться, начиная считать, ну, с девятого стиха. Ну, не стоит просто. Даже с восьмого не стоит. Вы скажете, как нам обратиться? Еще раз. Желание Бога, отношение отступников, чтобы они, что сделали? Обратились. И он говорит, вы скажете мне, как нам это сделать? Как нам обратиться? И тогда он спрашивает, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываю меня? Десятинное приношение. Проклятием вы прокляты. Потому что вы и весь народ мой обкрадываете меня. Но на самом деле проклятием они прокляты, потому что они стали кем? Отступниками. Уже давно они стали отступниками. И как следствие, они не отдают того... Всего, что принадлежит Господу. И он говорит, послушайте, ваша жизнь, она давно уже без меня. И вы послушайте, вы отвратились от меня. Вы не чтите меня. Вы не ходите ко мне. Не приносите положенные приношения. Вы не приносите Десятин. Вы вообще отвернулись от меня. И вы спросите, как нам вернуться? Он говорит, ну хотя бы. Ну хотя бы. Ну начните вот с этого. И он говорит, принесите все Десятины в дом хранилища. Хотя бы в этом. Что в доме моем было пища и питье. Хотя бы в этом испытайте меня. Он говорит, вопрос испытания. Что он таки есть. Он обращается к неверующим людям, которые, в общем-то, давно перестали в него верить. Которые отвернулись от него. И которые могут встать на этот путь. И он говорит, послушайте, начните этот путь с самого простого. Принесите Десятины. И хотя бы в этом испытайте меня. И я для вас, те, которые отступили от меня, покажу, что я есть. Я благословлю вас. Вы увидите. Хотя бы в самом простом, материальном. Испытайте меня. Ну, я могу сказать, что достаточно плохо испытывать Бога каждый шаббат или воскресенье. Приходя, я говорю, да, кстати, я пришел тебя тут испытать. Ты же тут сказал, что я принесу, а ты благословишь. Правильно? Ну, тут так написано. Так вот, пожалуйста, я испытываю. Вот тебе чуть-чуть, и я хочу увидеть больше. Ну, что ты же там так сказал? Все. Я испытываю. И так каждую неделю. Нормально? Не совсем, да? Это слово обращено к кому? Для того, чтобы они получили свидетельство, как первый шаг возвращения к своему Творцу. Как первый шаг в восстановлении взаимоотношений. Но нельзя же каждый день или каждую неделю таким образом восстанавливать взаимоотношения, испытывая его. Провокация. Бог не желает, чтобы в дом его приносились дары, исходя из страха. Ну, а тем более, ему будет не совсем приятно, если мы будем приносить эти дары. Из потребительских целей постоянно испытывая его, давая ему немного меньше, чтобы он дал немного. Все понятно, да? Итак, когда служители храма были недостаточным образом поддерживаемы со стороны народа, они вынуждены были заниматься заботой о собственном пропитании. Поэтому они, в общем-то, переставали заниматься своим прямым делом. Ну, и дальше цепочка понятна. Понятно, да? Храмовое служение было в пренебрежении, приходили проблемы к народу. И потом, когда они вспоминали, все становилось, собственно говоря, на свои места. Итак, да. Вопрос можно в связи с этим? Да, пожалуйста. Значит, чтобы внести некоторую ясность, есть, значит, второзаконие, 14 глава. Значит, ну, я, по крайней мере... 22 стиха и дальше? Да. Не будем сейчас читать об этом. Итак, левицкая десятина. Закончим с первой десятины. Их было на самом деле, как вы слышали, 3. Первая десятина, это была левита. Записана она в книге левит в 27 главе. 32 стих. И всякую десятину из крупного, мелкого и из всего, что приходит под ложественным, десятое должно посвящено быть Господу. Не должно разбираться о хорошее или худое, не должно заменяться его. Если же должно заменить, то и само оно, и замена его будет святыней, и не может быть выкуплено. Ну, там, с 30 стиха по 33 идет речь о десятинах. Левитов 27 глава, с 30 по 33. Всякая десятина на земле из семян земли, из плодовых деревьев принадлежит Господу. Это святыня Господня. И, соответственно, все из скота, десятая часть принадлежит кому? Господу. Он отдает это все левитам. И мы считали в числах, в 18 главе, 21 стих и 32. С 21 по 32. Нет, это все первая десятина сынам Левитовым. А сынам Левитовым вот я дал удел десятины всего, что у Израиля за службу их, за то, что они отправляют службу в Скинии собрания. Понятно, да? Все понятно? Это то, что касается первой десятины. После перерыва мы поговорим о второй и о третьей десятины.